Вы же артистки, лошади. Вставайте красиво. Алина, сразу прибежи. Право у них разборки. У них есть кто поглавнее. А я куда... Ну это везде за что делать. И куда ты летишь, русская тройка, вопрошает чичиков безруков. Скакуны увлеченно жуют декорации охапки сушеной травы. Зрители в культурном шоке. Давно ли по театру лошадей водили? Майя выступает уже в этом театре, четвертый год уже, по-моему. Она привыкла уже настолько, что она сюда идет с большой охотой. Здесь вообще очень нравится. Потому что здесь артисты ей приносят целый тазик морковки, когда она выступает. Ну ее вообще все очень любят. Сейчас у Майи жеребенок, жеребенок маленький, зовут Миледи. Этим дивом зубы не смотрят, выбирают по масти. Кастинг проходит Гнидая Малиновка, Белая Гастролерша и Каурая Мая. Мухортного чуба отправляют обратно в стойло. Рысак цветом не вышел. Знать убойкого народа ты могла только родиться. Гоголевский образ оживил литовский режиссер Карбаускис. Тут понимаете, почему возникли лошади. Мы почему-то забываем, что в этой волшебной птице-тройке едет вот этот вот, как бы сказать, чертов сын Чичиков. Он ведь по сути дела один из первых буржуа, наверное. Он предтеча. На этот раз обходится без ЧП. Столичные реквизиторы с ужасом вспоминают украинские гастроли. Во время спектакля кони взбунтовались и разгромили декорации. Прыгали, топтали. Много было. Как успокаивать, как усмирять? Голосом. Я один просто так. Аплодисменты, занавес. Завхоз открывает черный ход ворота, через который заносят декорации. Артистки спешат на основную работу – катать детишек в парке. Здесь русский дух, здесь Русью пахнет. За кулисами лошадиное ржание. На авансцене хлюпающая жижа. Зритель проникся. Табакерку трижды вызывали на бис. Русью пахнет.